Здесь вовлечен в процесс 21-26 мы оперировали. Все шесть зубов имеют рецессии, поэтому мы все шесть зубов сразу оперировали. Не везде, но лучше, чем на нижней челюсти, получилось добиться расщепления в этих участках. Мобилизация, обработка поверхности корней. Обратите внимание, какая дегесценция в области 26-го зуба. Это твердые мозговые оболочки заготовленные, трансплантат. Депетализация трансплантата. Фиксация. Почему сюда трансплантат был зафиксирован? Самая большая, самая высокая и зона еще? Большая, высокая, это не медицина. Большая, высокая. Глубина рецессии там, да, большая, но это связано еще с чем? С тем, что на 23-24 зубе образия была глубокая. И толщина прикрепленной десны там была меньше, чем в области других зубов. Мы же меряем толщину прикрепленной десны над каждым зубом. Не в общем так, как бы для какого-то ознакомительного мероприятия, а над каждым зубом измеряется толщина. Соответственно, боковые участки были установлены пластический материал, твердая мозговая оболочка. Обратите внимание, когда мы смотрели на этот трансплантат, он казался нам таким внушительным. И хватило его всего на два зуба, к сожалению. Фиксация. Здесь мы пошли таким путем, чтобы уже больше не было таких ошибок, как я показывала вам в предыдущей работе. Мы убрали уздечку и отпрепарировали зону 11 зуба, снизив там натяжение и сделав еще композитный шов, чтобы полностью нивелировать какое-либо напряжение. А вот вам должно быть видно, посмотрите, вот этот крестообразный шов, вот-вот-вот он такой длинный. Иногда его можно разбивать, если не получается из-за угла поворота как-то сделать, его тогда делаешь два и два, но тогда они должны как бы заходить друг за друга посередине. Ушитое. Ну вот так. Это результат через год. Несмотря на то, что она приезжала, но у меня там не во все случаи была возможность ее фотографировать, но вот это уже результат у нее через год, который был получен. Ну, я считаю, что в ее случае он как бы очень хороший, в принципе она согласна. Мы ее тоже по статистике обсчитывали. У нее, несмотря даже на какой-то, может быть, недостаток эстетический, как мне как-то иногда кажется, получилось у нее 87% закрытия поверхности корня, если брать все зубы в общем. То есть для ее истории это успех однозначный. Ну и вот что. Да, обратите внимание на нижней челюсти, как сформировалась уже хорошая плотная десна. Это верх. И мы планируем первый сегмент. И здесь будет тоже сочетание коронального перемещения с латеральным, потому что очень большая рецессия в области 16 зуба. Вот он вертикальный там разрез, который идет по рецессии, когда мы делаем латеральное перемещение. Все остальные стремятся сюда, к 13 зубу. Мобилизация. Здесь опять будет комбинация аутотрансплантата и твердой мозговой оболочки. Его опять хватило только на два зуба. Посмотрите. Ну позиции такие же, поскольку это были даже самые глубокие рецессии у нее. 13-12 зубы. Это снятие швов. Это результат через 5 месяцев. Я не ожидала, что на 13-12 зубе так закроются тоже рецессии. Но, в общем, на сегодняшний день наша договоренность с ней такая. Уже прошло, после последней операции прошло, наверное, 3 года. Ну и мы договорились, я очень хочу еще попробовать улучшить результат в области 16 зуба, конечно, если честно. Очень бы хотелось все сохранить ей максимально, сколько она будет вот с этим жить. Но качество ее жизни, в общем, после нашей встречи изменилось. Поэтому я и так считаю, что у нее хороший результат для той истории, с которой она начинала. Но 16-й я бы повторно прооперировала еще раз. Одиночно даже, не трогая больше уже никакие зубы соседние. Ну и вот обратите внимание, как изменился ее биотип. То есть, чем мы начинали работать и то, во что это превратилось. Сейчас я вам дам фотку для какой-то сравнительной. Алексей, а где вот есть, чтобы было до-после? Мотайте. Мотайте. Тут очень много просто это все. Уже одно и то же два раза. Одно и то же. Ну, можно мне как-то помочь. А вот это ее исходное КТ. Это то, с чем она приехала. Обратите внимание, что почти все корни из дуги у нее располагают. Вот вам причина. Плюс фенотипические признаки. На сегодняшний день уже не секрет. Все об этом знают, что фенотип влияет на структуру и в полости рта в том числе. То есть, если пациент анатомически предрасположен в дистрофическом процессе, это не только проявляется в внешнем виде, но и в полости рта мы будем ожидать развития рецессии и дегестенции. Это ее срезы КТ. Вот это до срез, а вот это после того, как мы прооперировали. Вот это два до КТ, а вот это после. Там образуется надкосница после этого вмешательства. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, произошло изменение биотипа в ее случае. Не видно. Мы его перевели в средний и уже, в общем, улучшили эту ситуацию. Избавили пациентку от тотального удаления зубов на сегодняшний день. И была на квинтэссенции в 2015 году. Приезжал из Бразилии доктор, молодой, достаточно ему лет 45. У них в Бразилии своя большая семейная клиника. И он в третьем поколении уже парадонтолог-хирург. И он показывал пациентов, которые начинал вести его там дедушка, папа, а заканчивает сейчас он. И там, например, с тяжелой формой парадонтета, когда мы сейчас так тотально начинаем расставаться, все удалять, убирать, как источник инфекции и так далее. Они наводят там порядок просто гигиеническими, постоянными процедурами. У них же есть там протокол, вот этот логаритм американский, который разработан. Приводят в полную такую стабилизацию. И за годы, за 60, за 70 лет, из хронического вот такого какого-то парадонтита или астрофических процессов, люди уходят уже просто своими ногами в другой мир, потеряв два-три зуба за все годы. То есть вот это к нашему разговору. Почему это надо делать, а не бросать, а говорить, нету шансов и так далее. Ну, в принципе, если тяжелую себе тяжести продать не добычу, хоть и оставить даже рецессии, там с открытыми критерами и операциями, они тоже будут ходить много лет. А чем это плохо? Нет, это не плохо. Ну. Всем пока. Продолжение следует...